Пока Екатеринбург обороняется от коронавируса, удар на передовой на себя принимают врачи. Люди в белых халатах, а теперь еще и в спецзащите, борются с распространением опасной инфекции. Дарья Трофимова подробнее. Чтобы сдержать наступление COVID-19, двери 40-й больницы закрылись даже от журналистов. Для пациентов с коронавирусом и подозрением на инфекцию выделен целый корпус. Там находятся зараженные и те, кто с ними контактировал. Полностью весь корпус больницы находится на рабочих местах. Все сотрудники заняты на своих рабочих местах. Однако сотрудники из группы риска, то есть тем, кому за 65 лет сейчас находятся в отпусках. На тропу войны с опасной инфекцией вышли и врачи 6-й больницы Екатеринбурга. Для приема контактных пациентов, в большей степени это люди с симптомами ОРВИ, здесь перепрофилировали гастроэнтерологическое отделение. В наличии 30 коек. Пока в работе медперсонала особых изменений нет, говорит заведующая Ольга Гончаренко. Но если понадобится, каждый готов жертвовать собой ради общей победы. О хорошем всегда в первую очередь думаешь. Но плохие сценарии тоже рассматриваю и готовы. И если нужно будет находиться в изоляции с пациентами здесь круглые сутки. Разгромить опасного противника, уверены врачи, можно только общими усилиями. Пока объявлен режим самоизоляции, людям нужно просто находиться дома. Это поможет снизить число заболевших, а значит облегчить нагрузку на медиков. С просьбой не выходить на улицу, врачи обратились ко всем жителям региона. Тем временем, к возможным изменениям в работе готовятся врачи Третьей горбольницы Екатеринбурга. В гериатрическом отделении при необходимости смогут принять на восстановительное лечение после пневмонии не только пожилых, но и людей среднего возраста. Плановая госпитализация пациентов в наше отделение вот уже неделю прекращена. То есть консультация пациентов гериатрического профиля, это старше 60 лет, тоже как бы не проводится. Поддержать тех, кто сейчас на передовой, сегодня отправились уральские предприниматели. Тонны цветов из долины Росваромашево доставляют ко входу перинатального центра. Неожиданный сюрприз для нашего стационара появился на пороге сегодня. Очень приятно, потому что все сотрудники с повышенной нагрузкой работают. Контейнеры будут опустошены, мы занесем цветы внутрь. Внутрь цветы попадут, естественно, после санитарной обработки. Букеты разместят в фойе стационара. Такая благотворительная доставка дойдет до каждой больницы города. Берегите себя! И оставайтесь дома. Дарья Трофимова, Кирилл Ростовский. События ОТВ.